Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Вторник, 19 сентября и давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент мы видим продолжение восходящей тенденции. То, что мы начали отмечать уже в пятницу на прошлой неделе и на текущий момент тенденция на укрепление евро по отношению к американскому доллару сохраняется. Ближайшая цель по движению это область 1.2068. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара евро-доллар сможет уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 1.1914. Пара британский фунт, американский доллар, вчера не смогла обновить локальный максимум. Это область 1.3617 и к концу торговой сессии мы увидели уже снижение, закрылись фактически ниже открытия. Если мы увидим уход ниже минимальные значения, которые были зафиксированы вчера, а именно области 1.3438, то вероятно начало коррекционного нисходящего движения по данной паре. На текущий момент тенденция на укрепление остается, но этот сценарий будет актуален до тех пор, пока пара британский фунт и американский доллар торгуются выше отметки минимальных значений, которые были вчера. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера смогла обновить локальные минимумы, доходили до отметки 79.39. Это минимум торгового дня. Также мы закрываемся ниже открытия, что в свою очередь нам возвращает к сценарию нисходящему коррекционному на текущий момент. Возврат к покупкам будет актуален после ухода выше максимальных значений, которые были вчера, а именно отметки 80.34. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое коррекционное восходящее движение. На текущий момент уже преодолены максимальные значения вчерашней торговой сессии, доходили до отметки 111.87. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Первые признаки разворота, ну и начало нисходящего движения уже может произойти после ухода ниже минимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 110.98. Пока торгуемся также выше данного уровня, тенденция на укрепление остается в силе. Пара американский доллар, канадский доллар вчера к концу торговой сессии смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в четверг и пятницу. Это область 1.22.34, что в свою очередь нас возвращает к коррекционному восходящему движению по данному активу. Возврат к продажам будет актуален только после ухода ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 1.21.71. На текущий момент тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма сохраняется. Пара евро-фунт вчера также не смогла обновить локальные минимумы. И к концу торговой сессии мы видим также закрытие выше уже открытия. И уход закреплением выше максимальных значений, которые были вчера, а именно 88.61 уровень, вернет нас уже к восходящему движению по данной паре, но никак не раньше. Поэтому на текущий момент отслеживаем закрепление за уровнем максимальных значений, которые мы видели вчера. А пока пара торгуется, пока пытается закрепиться, тенденция все же пока остается в приоритете на ослабление. По золоту вчера мы видели обновление уже также локальных минимумов. Доходили до отметки 1.304 доллара за тройскую унцию. И на текущий момент тенденция на ослабление по данному активу также сохраняется. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления уже максимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе. Это отметка 1.334 доллара за тройскую унцию. Те уровни, которые будут сформированы локально в течение этой недели, мы разберем также на наших обзорах. Но это будет уже чуть позже, когда рынок нам это покажет. Нефть марки Brent продолжает торговаться в узком диапазоне. Тенденция на текущий момент остается на покупку в приоритете. И данный сценарий остается актуальным до тех пор, пока нефть марки Brent торгуется выше минимальных значений, которые мы видели вчера, видели в пятницу. Это область 54.94. Ближайшая цель это уйти выше уже максимальных значений 55.97, закрепиться за ними. И тем самым мы получим подтверждение продолжения восходящей тенденции по данному активу. Уход ниже минимальных значений вернет нас к продажам. По индексу DAX вчера мы видели обновление локальных максимумов, закрепились выше отметки 12.569. Поэтому на текущем тенденция на укрепление остается в приоритете до тех пор, пока индекс DAX торгуется выше минимальных значений, которые были вчера, а именно отметка 12.535. Закрепление ниже данного уровня уже может нас вернуть к сценарию нисходящему. И ближайшая цель будет область 12.479. Это минимальные значения, которые были на прошлой неделе. Ну а в свою очередь уже преодоление этих уровней вредет нас к среднесрочным и долгосрочным продажам по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда ваши вопросы оставляйте под этим видео. Если вам оно понравилось, то обязательно ставьте лайк. И увидимся уже на наших следующих видео обзорах. Всем спасибо и до свидания.